всем привет сегодня у меня в видео две темы на вашем экране орхидея мая которая была куплена 14 февраля прошло уже месяц пошел 2 и она до сих пор цветет хотя уже начинает отсушивать первые цветочки но я считаю что если она цветет уже месяц-второй магазинным цветением значит все хорошо так вот сегодня у меня будет разговор о нектаре и я тут же вспомнила про мед один раз мы орхидеи подкармливали сахаром а теперь я думаю почему же не подкормить медом пока я ее буду подкармливать потом плавно перейду на вторую тему вопрос как вы помните орхидея мая не была пересажена мной специально не была пересажена я оставила ее в том грунте в котором купила грунт кока чипсы торф но я бы не сказал что горшок на беды такой степени что примут грунт очень много корни есть грунт слегка как бы видно внутри не знаю что не могу сказать могу только догадываться что там есть наш любимый торфяной стакан который мы все очень любим и к тому же очень сильно его боятся многие ну в отличие от меня и некоторых так вот сейчас я ее буду поливать поливать буду медом я развела раствор на пол-литра теплой воды неполную ложку меда почему я решила полить орхидеи медом сейчас объясню так как я уже говорила во время цветения она выделяет медовый сок и этот мед в дополнение к будет ей не чушь сейчас я ее буду поливать как поливаю всегда проливом аккуратненько по стенке горшка люблю такой пролив очень нравится мне когда я спешу когда мне не хочется возиться или у меня много поливать орхидеи в один день я стараюсь сделать вот такой пролив очень быстро и удобно сейчас я ее пролила посмотрите корни позеленели но торф остается сухой если сейчас я например достану эту орхидею и мы увидим что там в грунт не особо и мокрый для того чтобы пролить ее еще раз я воду сливаю опять в такой же горшочек бокал ли стакан ли в чем поливаю ну и поливаю еще раз орхидеи вполне достаточно сейчас вода вся сойдет так вот я немного расскажу прежде чем перейти на другую тему вопроса я хочу рассказать об таких орхидеях которые растут именно в таком грунте я знаю что многие не очень-то его любят не очень его приветствуют потому что он логоемкий он может загубить растения но это думаете так вы на самом деле если вы будете правильно ухаживать за орхидеи растущий в таком грунте ничто с вашей орхидеи не произойдет мы часто замечали что при том как вверх розетка листья начинают заболевать корни остаются в хорошем состоянии или же наоборот корни гниют веламен отгнивает пересыхает а листовая розетка чувствует себя замечательно так вот не боясь такого грунта я выращиваю растение в таком именно субстрате который выращивался изначально что я хочу сказать не надо бояться такого грунта если вы боитесь не поливайте так как поливаю например я обильно можно сказать проливом таким обильным некоторые просто слегка по краешку дают влагу орхидеи мне такой влаги вот которым я проливом делаю хватает буквально на 10 дней 10 дней я не подхожу к этой орхидеи а когда проходит 10 дней я подхожу поднимаю горшок и вижу нужно не мне ее поливать данный момент иногда хватает 10 дней иногда она выпивает раньше в зависимости от того насколько светло в комнате насколько светит солнце она меня стоит посередине комнаты солнце после обеда иногда подходит проходит мимо освещает но я думаю что в это время наши орхидеи конечно же пьет что я еще хочу сказать про этот грунт грунт нормальной не надо его бояться в простом грунте про который думаете вы пересадив свою орхидею легче ухаживать за орхидеями так как думаете вы но на самом деле самый лучший грунт это тот грунт в котором орхидеи чувствует себя замечательно и самое главное надо понять что нужно орхидеи в таком грунте и самое главное что нужно найти с ней общий язык и уметь выращивать ее в таком грунте а если вы ей предоставите другой грунт орхидеи орхидея обязательно начнет немного болеть она начинает тяжело адаптироваться а здесь ей хорошо все нормально самое главное если вы растение не загубите самое главное если ваша орхидея здорово изначально но об этом можно говорить постоянно и я можно сказать и часто об этом говорю почему я повторяюсь потому что виде на каналах я вижу что этот грунт забраковывают говорят что он плохой да неплохой этот грунт просто надо уметь с ним подружиться не вот это вот я считаю самое главное а следующая тема моего видео это нектар так как мы не зря сегодня поливали орхидею медом я перехожу плавно на этот вопрос посмотрите у орхидеи на листьях есть нектар очень плохо видно вот полосочки по краю если человек не опытный если человек только недавно купил орхидею и наслушаюсь вот этого всего он может просто подумать ой у меня завелись какие-то вредители но не надо торопиться не надо торопиться делать выводы потому что такой нектар появляется тогда когда ваша орхидея готова зацвести вот на этой орхидеи это орхидея пикосвит на ней буквально за полгода начали выступать вот такие вот крапинки крапинки такого интересного характера как бусинки я сначала тоже как бы испугалась но просмотрев всю орхидею поняла что орхидея чистая тогда я попробовать решила ее на язык взяла пальцем на язык сладко я обрадовалась думаю ну наконец-то моя орхидея решила зацвести но она буквально полгода меня мурыжила и заставляла ждать и опять же к ней присматриваться через полгода я смотрю появился цветонос я говорю но все слава богу и уже этот нектар перешел на цветонос посмотрите какие красивые опять наверное не видно какие красивые крапинки вот здесь вот или с этой стороны не видно роса она как бы не только на листьях появляется но и появляется на цветах но и наверное все знаем что почему так рано орхидея начала показывать мне то что она скоро будет зацветать но наверное это уже инстинкт природы растений они именно показывают посмотрите я готова уже к цветению прилетайте и опыляйте меня тиком и прилетают на запах у растений когда у нее появляется нектар мне кажется я как-то понятно объяснила может что-то как-то не в той форме но все понятно так что дорогие мои я не раз уже читаю комментарии когда люди волнуются переживают появились капли все значит это насекомое ничего подобного обязательно попробуйте на вкус потому что только так вы можете понять на первый взгляд что что это нектар ну а если есть насекомые они уже и так вам покажут что они там присутствуют прежде чем появится вот этот липкий нектар там все вместе совмещается и нектары покусы и вид вот этот вот невзрачный у листьев и сразу видно что что-то с ней происходит не так поэтому дорогие мои не бойтесь радуйтесь что если ваша орхидея готова к цветению готов вас порадовать но вот наверное на этом я буду заканчивать хотя мне задают много вопросов и тогда вроде думаешь вот все рассказала в этом видео а человек то ли он не понял то ли он не просмотрел видео до конца и тут же задает этот же вопрос про обрезание цветоносца я рассказывал уже во многих видео много 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 просто может быть кто-то случайно зашел на канал и увидел как бы мельком ухо услышал про что я говорю и задает вопрос вот я думаю легче просмотреть видео прослушать потому что каждый мы объясняем понятно все доступно просто нужно внимательно посмотреть не торопиться бежать куда-то смотреть следующее видео потому что у вас еще много времени вы просмотрите все что вам нужно цветонос обрезается до 1 здоровой почки если цветонос здоровый хороший цветонос зеленый но если он начинает сохнуть и засыхает до основания растений его конечно нужно срезать если он вам больше не нужен для других целей для таких как поддержка орхидеи в горшке на первое время ну вот и все я буду заканчивать на этом свое видео говорю вам всем до свидания будьте внимательны смотрите видео внимательно слушайте собеседника о чем он вам говорит всем пока пока а